Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер, главные темы выпуска. Как тут и было. У Самарского оперного театра открыли памятник Дмитрию Шостаковичу. Поликлиника в шаговой доступности. Региональный министр здравоохранения открыл прививочную кампанию в новой клинике рядом с ипподромом. Не красить чем попало. Глава Самары поручил уделить особое внимание фасадам. Памятник Бюст и седьмая симфония. В свой день рождения Самара вспоминала Дмитрия Шостаковича. Известный во всем мире композитор находился в Куйбышеве в эвакуации больше года. И именно здесь завершил свою седьмую ленинградскую симфонию. Репортаж Лариса Шалафаст. Памятник легендарному композитору Шостаковичу открыт. Он установлен в сквере рядом с театром оперы и балета. Автор Зураб Церетелли. Высота бронзового памятника более трех метров. Вес шесть тонн. Знаете, я его знал, и потому, когда я наброску сделал, вот так посмотрел. Подожди, подожди, покажи. И готовил до конца. Он был чудный, уникальнейший человек. Очень по-человечески. Он поколение любил и поколение его ценит. С инициативой установить в Самаре памятник Дмитрию Шостаковичу выступила Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Память о Дмитрии Дмитриевича Шостаковиче, она, конечно же, навсегда в сердцах из тысяч самарцев и граждан России, и далеко за ее пределами. Но то, что именно в лихие годы, грозные годы войны Дмитрий Дмитриевич творил здесь, и, наверное, и та атмосфера, которая была в нашем городе, и наша великая река, и силы Самарской земли вдохновляли его на творчество, у меня нет никаких сомнений. Я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к установке памятника. Самара, Самарская область – это не просто географическая точка на карте страны. Это действительно одно из сердец нашей Родины. Это действительно культурное сердце России, и появление сегодня здесь памятника – это еще один пример и наглядное доказательство и подтверждение этого тезиса. Памятник Дмитрия Дмитриевича Шостаковича действительно олицетворяет собой очень знаковые события в нашем с вами замечательном городе. И, конечно, этот человек заслуживает этот памятник, как никто другой. Зуром Костанович, огромное вам спасибо. Теперь в Самаре есть и бюст Дмитрия Шостаковича. В колонном зале Самарского академического театра оперы и балета установлена работа скульптора Ильи Слонима. Это подарок Самаре от вдовы Шостаковича Ирины Антоновны. Дмитрий Дмитриевич запечатлен в возрасте 35 лет, как раз в то время, когда композитор находился в эвакуации в Куйбышеве и завершал свою знаменитую Седьмую Ленинградскую симфонию. В память о композиторе в Самаре на площади Куйбышева открылся первый фестиваль симфонической музыки «Седьмая симфония». Спустя 77 лет после первого исполнения, известное во всем мире произведение Шостаковича исполняют музыканты Самарской филармонии под управлением Народного артиста России Михаила Щербакова. С инициативой провести в городе большой фестиваль симфонической музыки выступил солист Большого театра «Самарец» Валерий Макаров. Идею поддержали администрация города, Самарская государственная филармония, театр оперы и балета. Я вдохновляюсь его музыкой, его творчеством, его способностью не бояться передавать свои чувства и свою жизнь в музыке, жизнь русского народа. На фестиваль памяти Дмитрия Шостаковича приехали артисты Московского Большого театра. Солистка оперной труппы Мария Лобанова рассказала, что дебютировала на большой сцене именно с партией Екатерины Измайловой в опере Шостаковича «Леди Макбет». Поэтому участие в Самарском фестивале особенно волнительно. Я испытываю крайне теплые чувства к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Это потрясающий композитор, потрясающий человек. И мне кажется, что давно в воздухе назревала идея этого фестиваля. И огромное счастье, что он реализовался, я надеюсь, на долгие годы жизни этого фестиваля. Организаторы фестиваля надеются, что большой праздник симфонической музыки станет для города хорошей традицией и будет проходить ежегодно. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Звезды российской эстрады и праздничный салют. Масштабное торжество на площади Куйбышева собрало более 55 тысяч зрителей. Концерт длился более трех часов. Самые яркие моменты праздника в нашем следующем сюжете. Подарком для жителей в День города стал большой праздничный концерт на площади Куйбышева, где собрались тысячи людей. Все, что в жизни нужно, это ты. Это ты. Только ты. Все мои надежды и мечты. Это ты. Только ты. Потрясающая публика, благодарная. С таким прекрасным настроением они пришли сюда, на площадь с детьми. Люди разного возраста и уважаемое поколение. Совсем малыши. И все знают песни, поют, принимают замечательно. В общем, я желаю, чтобы такая атмосфера в Самаре была всегда. Праздничный концерт длился более трех часов. Для самарцев и гостей города выступили Александр Иванов и группа «Ронда», Эд Шульжевский, группа «Синяя птица» и Денис Клявер. Очень близкий для меня город. И люди, и дух, и традиции, и гостеприимства, которые присущи самарцам особенные. Очень приятные. Я вот наблюдаю с 96-го года, как город меняется. За последние два года, конечно, он просто на моих глазах, я считаю, что он расцвел. Так что искренне рад за самарцев, потому что вы этого достойны. Поздравили самарцев с праздником губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения родного, любимого города, города Самара. Историей, которого мы гордимся. Память о подвигах, которого мы храним в своем сердце. Городе трудовым, настоящем и устремленном в космическое будущее. Нам всего 433 года. Мы так молоды. У нас с вами впереди много всего. Развитие, динамики, радости. Друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. В завершении большого праздничного концерта на сцене выступил хедлайнер Дмитрий Билан. Завершился праздник красочным салютом. Лариса Шалафаст, Елена Малютина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Магический реализм Зураба Церетели. Самаре открылась выставка народного художника. Все пейзажи и портреты выполнены по особой технике. Они представлены на объемной эмале. Экспозиция наполнена намеками и ассоциациями, через которые автор повествует о человеческих судьбах. Одной из первых с работами ознакомилась Мария Левина. Это настоящий подарок для самарцев. Почти 50 экспонатов. Каждый таит в себе свою историю. Но все они объединены теплом и светом великого мастера Зураба Церетеля. Зураб Церетеля – народный художник Российской Федерации, президент Академии художеств. Российские города, в которых не выставлялся мастер, можно сосчитать по пальцам. Любимый народный художник каждый раз удивляет и будоражит публику. На этот раз в Самаре работа на объемной эмале. В этой технике мастер начал творить в начале 80-х. Несколько лет проводил специальный эксперимент. Выставлял работы на крыше зданий в Грузии и Москве. И смотрел, как эмаль реагирует на температуру. Тогда он работал с семи цветами. Сегодня в палитре более 20. Нам хотелось обязательно показать пейзаж. «Арганахты» у нас – это его любимая серия. Мы все не привезли. Но она связана тоже с водой. Автору не чужды «Волжские земли» и «Красавица Волга». Это можно увидеть в его работах. Например, вот в этой, которая называется «Чудесный улов». Среди портретов глаза бросаются умело отраженные человеческие эмоции. Это и отчаяние, и страх, и отсутствие свободы, и право выбора. Но показывает он их немного иначе. Будто бы визуализирует старую поговорку «У страха глаза велики». Все они с восточным колоритом и буйством самых разных красок. Холодное здесь граничит с теплым, яркое – с невзрачным. Любовь ко всему человеческому читается между строк. Выставка в целом наполнена намеками и ассоциациями, через которые автор повествует о разных судьбах. «Сегодня день города, и мы все любим наш город. И вот Зураб Константинович сделал нам этот подарок, свою выставку на день города, поскольку он так же страстно любит жизнь, как и мы свой город». Одним из первых выставку посетил губернатор Дмитрий Азаров. «И тем более она выпуклая, и это и не растекается, и в то же время…» «Выпуклая, да, там еще…» «Да, очень интересно, интересно, что выпуклая». Увидеть работу знаменитого мастера и поискать в них свои смыслы горожане смогут до конца сентября в художественном музее. Мария Левина, Николай Сидоров. События. День города отмечали и в районах Самары, так в промышленном сквере Родина прошел фестиваль «Молодежь в действии». На площадке работали более пяти мастер-классов, где каждый ребенок мог проявить себя и найти дело по душе. Праздничная программа в промышленном районе началась с танцевальных номеров молодежного коллектива «Самары» «Талента». Фестиваль «Молодежь в действии» – отличная возможность познакомить местные жители, а в особенности молодежь, с творческими центрами, которые работают в районе. Каждый из них представил свои секции. Татьяна Борзых пришла на фестиваль, чтобы выбрали для своей внучки интересный кружок. Говорит, всегда активно участвует в праздниках города. «И до этого много прошло праздников. Во дворах такие прекрасные праздники прошли. Вот вчера у нас только было здесь, где мы проживаем. Мы сами, вот я тоже участвовала в организации проведения праздников, такой шахматный турнир проводили. То есть жители это чувствуют, что да, что такой праздник уже готовится». На празднике каждый мог выбрать себе увлечение по душе и спортсмены, и те, кому близка военная тематика. «Я убежден, что нам на сегодняшний день абсолютно необходимо сохранить то наследие чемпионата мира и настроиться на серьезную работу. Ведь впереди еще на самом деле очень много дел для обеспечения комфортного проживания наших граждан и привлекательности района, как и города в целом». Творческие и спортивные секции в промышленном районе открыты для всех подростков на базе Центра «Искра» в «Спектре», «Бригантине», «Доме дружбы народов», «Школе искусств номер 3» и «Спортивной школе номер 11». Валерия Куценко, Николай Епифанов, События. Привести в порядок фасады Самарских домов проучила глава города на еженедельном совещании. Елена Лапушкина обратила внимание, глав районных администраций, что фасады, которые в прошлом году готовили к чемпионату мира по футболу, вновь испортили рекламными объявлениями, хаотичными вывесками и граффити. Особое внимание глава города поручила обращать на цвет краски. Кардинально отличаться обновленные участки не должны. «Опять возрождается наша любовь замазать фасад, любую краску, которая есть под рукой. У нас розовые фасады красятся зеленой краской, желтой краской. Вот это еще раз проговорите с управляющими компаниями. Ну пусть подбирают». По-прежнему на особом контроле в Самаре остается все наследие чемпионата мира по футболу. Главы районов обязаны уделять внимание не только фасадам, но и крышам многоквартирных домов, а также остановочным павильонам, лавочкам и чистоте в обновленных парках и скверах. Доктора в шаговой доступности. В Самаре рядом с оподромом открылся офис врачей общей практики. Сегодня там побывал региональный министр здравоохранения. Он не только посмотрел, в каких условиях работают медики, но и принял участие в официальном открытии прививочной кампании. Первичная медико-санитарная помощь в шаговой доступности. В Самаре открылся новый офис врача общей практики, филиал городской поликлиники номер 14. Офис разместился рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом и подром «Арена». Его открыли благодаря нацпроекту здравоохранения. Его задача – сделать врачебную помощь более доступной и качественной. Ну, там остановки 4 было, а мы сейчас здесь в пешком. Здесь у меня вся семья обслуживается. Мы очень довольны. Благодарны руководству, министерству, главному врачу. С работой нового отделения познакомился министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Здесь он дал старт прививочной кампании от гриппа, показав личный пример. Это существенно приблизило амбулаторно-поликлиническую помощь для населения. Здесь в микрорайоне проживает около 5000 граждан. Мы по поручению губернатора продолжаем расширять сеть амбулаторно-поликлинических учреждений и города, и области. Мы открыли 5 лет назад территорию шестой просеки. Опыт работы этого офиса показал его значимость, и мы решили использовать этот опыт. Офис обслуживает 3600 жителей ближайших домов. В нем работают два врача общей практики и две медсестры. График работы с 8 утра до 8 вечера. Офис оснащен современным оборудованием. Кроме того, теперь жителям не нужно ездить в поликлинику, чтобы записаться к узким специалистам. Сделать это можно прямо здесь. Здесь будет оказываться врачебный прием, забор анализа, будет сниматься электрокардиограмма, вакцинация, проводится также диспансеризация. В ближайшее время в офисе появится педиатр и гинеколог. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Пешаков. События. Заряжаясь с таким бодрящим девизом, на одном из самарских предприятий открыли спортивную площадку. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Холдинг Технодинамика, входящий в Ростех, приступил к производству уличных спортивных комплексов под брендом «Заряжайся». Пилотная площадка площадью более 200 квадратных метров изготовлена на Самарском авиаагрегате. В дальнейшем подобными спортплощадками холдинг планирует оснастить предприятия, а также жилые комплексы по всей России. Наш авиаагрегат способен производить их до 150 штук в год. Сейчас страна задышала здоровой жизнью, и спрос на такую продукцию будет огромным. Перспектива отличная. Спортивная площадка оборудована специальными снарядами для подготовки к сдаче нормативов ГТО. И даже для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями. Оценить спортивное оборудование пригласили олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. Давненько это я не делал. То, что я попробовал, это нужно делать. Это будет работать с пользой для людей, во-первых. Это раз, для здоровья. Сразу после официального открытия на новой площадке стартовали соревнования по воркауту между заводскими спортсменами. В личном первенстве и командном зачете. Здесь прям все условия созданы для того, чтобы ты подкачал себя. Такие уличные спортплощадки имеют модульное построение. Поэтому заказчики смогут подстраивать их под свои задачи. Процесс изготовления от выбора дизайн-проекта до готовой площадки занимает 21 день. Мы развиваем программу по формированию физкультурно-спортивных клубов на предприятиях промышленности. До 2024 года мы должны обеспечить 600 физкультурно-спортивных клубов по всей России. Я считаю, что это большое государственное дело обеспечить площадями для систематических занятий спортом наши граждане. Строительство таких площадок – важный шаг к достижению показателей национального проекта «Демография», уверены федеральные и областные власти. А самый главный показатель – это оздоровление граждан и повышение качества их жизни, благодаря систематическим занятиям спортом. Никита Борисов, Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самарской области подведены итоги выборов, прошедших в единый день голосования. Кресло депутата Самарской губернской думы от Безымянского избирательного округа займет Андрей Мастерков, выдвинутой партией «Единая Россия». При явке чуть выше 8% своих голоса ему отдали больше половины проголосовавших. Депутатом от Приволжского округа стал Сергей Гринько, также представляющий партию власти. При явке 53% ему свои голоса отдали три четверти избирателей. Почти 29% составила явка на выборах седьмого созыва Думы Новокуйбышевска. Из 25 депутатских мест в итоге 18 достались представителям «Единой России», четыре сторонникам КПРФ, по одному – выдвиженцам от ЛДПР и «Справедливой России». В одном из избирательных округов победил сам выдвиженец. 20 театров со всей области, 10 лауреатов. В Самаре стартовал первый пара-фестиваль «Театр. Территория равных возможностей». С режиссерами и главными героями познакомился Сергей Кизеркин. 30 театров со всей области, 10 лауреатов. В Самаре стартовал первый пара-фестиваль «Театр. Территория равных возможностей». С режиссерами и главными героями познакомимся прямо сейчас. Актер драм-театра Олег Белов сегодня играет только в двух спектаклях. Инсульт семь лет назад подкосил его здоровье. Но заслуженный артист России рук не опустил. Он не только вернулся в профессию, Олег Белов еще и режиссирует спектакли инклюзивного театра «Счастливый случай». Актеры, пациенты и медперсонал Самарской психбольницы. Арт-реабилитация оказалась полезна для всех, уверен артист и режиссер. Одна девочка, участница наша, она говорит, Олег, ты знаешь, а давай назовем «Счастливый случай». Я говорю, почему? Она говорит, ты знаешь, вот я сама до того, как в больницу попала, я работала в банке. И мы все время ходили в драм-театр. Я на тебя смотрела из зрительного зала. И я даже поверить не могла, что мне когда-нибудь посчастливится не только с тобой общаться, но с тобой работать. Поэтому для меня «Счастливый случай». Я говорю, ребят, а вы не представляете. А для меня ведь это то же самое. Для меня точно такой же «Счастливый случай». Счастливый случай Олега Белова привез на первый пар фестиваль театр «Территория равных возможностей» спектакль «Сельские жители» по Шукшину. Он стал лауреатом, как и еще девять театров со всей области. Жюри выбирало среди 30 претендентов. Они играют в разных жанрах, возрастных категориях и с разными отклонениями здоровья у артистов. Цель нашего фестиваля – это не то, что было всегда «Инвалид для инвалида», а «Инвалид такой же человек». И мы делаем этот фестиваль для обычного зрителя. Парафестиваль проходит в год театра в Самаре впервые. Инициативу городского общества инвалидов поддержал театр «Самарская площадь», а помогли реализовать необычный проект глава Самары Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Лауреаты получили премии по 80 тысяч рублей. Глава региона пообещал, что парафестиваль станет не только традиционным. Он перешагнет границы области и станет всероссийским. Мы обязательно поговорим об этой инициативе, об этом фестивале и в рамках рабочей группы госсоветов и культуры, которая создана в Российской Федерации, которую я возглавляю. Мы обязательно этим опытом поделимся, потому что я считаю, что подобного рода фестивали должны проводиться, наверное, во всех субъектах Российской Федерации. Они везде будут интересны и востребованы. Сегодня состоялись первые показы спектаклей самарских и тольяттинских театров. А театр «Самарская площадь» еще два дня ждет зрителей у себя в гостях на парафестивале «Театр. Территория равных возможностей». Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. В звездной команде КВН сразились за кубы кубернатора. В игре приняли участие юмористы из высшей лиги. Кто же получит заветный трофей, знает Валерия Куценко. Привет, Самара! Да, мы действительно за кулисами с участниками движения «Самарский КВН». Нас очень много, и мы просто не поместились на эту сцену. И с нетерпением ждем команды из высшей лиги. Четыре команды, три конкурса, приветствия, разминка, фристайл. Команды подготовили для самарского зрителя сильнейший материал. Что неудивительно, на кону был куба губернатора Самарской области Дмитрий Азарова, который внимательно следил за ходом игры. Помимо новых шуток, команды подготовили для зрителя и любимые номера. Волжане, борцы, громокошки, Наполеон Динамит, звезды высшей лиги. Трансляции их шоу показывают по Первому каналу. В каждом городе у сборных есть свои фанаты, и Самара не исключение. Слава Динамит, Слава Динамит! Одним из главных судей игры был юморист, чемпион КВН, сборный СОК Дмитрий Колчин. После оценок жюри объявить победителя на сцену вышел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. У меня тут одна миссия есть. Вот, как вы знаете, Дмитрий Юрьевич Колчин совсем недавно, буквально год назад, на этой сцене обратился ко мне с предложением стать моим советником. Мы оперативно отработали этот вопрос. Сейчас, после недолгих обсуждений, формальностей пустых, я хотел бы, Дмитрий Юрьевич, вручить вам удостоверение сейчас, на этой же сцене. Первое место вновь поделили две команды. 10,4 балла громокошки Липецк и борцы Северные Липецка! Мужчины остались джентльменами и уступили трофей дамам. Самарская область, местные жители очень гостеприимные. Мы получили море удовольствия и энергетику, обменялись во время выступления. А почему в итоге ракету отдали девочку? Почему себя не оставили? Для нас главная награда – это вот улыбки зрителей, смерть зрителей. Вот вы сейчас видите, как нас любит зритель. Тем более у нас уже есть ракета. Все равно и участие. Девчонки тоже наши, кстати. Победный трофей был представлен в виде копии самарской ракеты «Союз-М» – главного символа космической столицы Самары. Все, что у нас сейчас происходит в Самарской области, я бы отождествлял именно с ракетой. Все это стремительно, все это быстро и все это вверх. 28 сентября и 8 октября в Москве пройдут телевизионные съемки полуфинальных игр высшей лиги КВН с бессменным ведущим Александром Масляковым. Состоится 1-2 финала, где будет играть самарская сборная политеха «Волжане». Валерия Куценко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова